Мои друзья-недруги из председательного хозяйства. Номер 9, это значит сентябрь, да? Значит, полив не заменит, т-т-т-т-т. И что получается? Чтобы продать вот этот вот фланг, да? Вот. Я просто хочу, понимаете, 300 тысяч. Я упреждаю, это моя роль, это мое призвание, это мой крест, потому что ненависть лютая в ответ. Смотрите, они мне говорят, письмо официально получил, Валерий Косинович, вы нас грязью поливаете. Вот я поливаю грязь. Они поливают, уничтожают сады, а я и грязью поливаю. Слово поливать, да? Влагозарядковый полив лучше проводить 20-х числа сентября. Что такое, все-таки начинают желтеть, даже в Сибири начинают желтеть листья, только начинают, да? Вот, то есть большинство листьев, это редкий случай, когда кто-то сбросит в это время. А еще деревья плодовые, они у нас являются иммигрантами. То есть попадание под первые морозы в зеленом состоянии, это довольно частое явление, и смертельно опасное. Вот, как ведут себя деревья, меня никто никогда не учил, я не прочитал ни одного учебника. Но я смотрю и вижу, что осень льет, 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 лис не сбрасывает, хотя холодно. Вот, не сбрасывает, почему? Я понимаю так, что корням из нижней влаги смертельно опасно, потому что выдавливают кислород, потому что, в общем, много чего плохого. И, кстати, вся живность подземная гибнет. Дерево, это их дом. А дом, это значит, что дерево с помощью листьев, вот так, как с шалашиком, она, все дальше, каждая капля, капает с листья канонистик и уходит от центра, не гнается штамп. Вот, и, это же крыша, а там по периметру уже стекает основная часть воды. И вот пока это спасается живность, спасаются корни, вот, спасается штамп, который сгнивает иначе. Штамп это самое такое беззащитное место, особенно ежевеченное. И в это время, пока идут дожди, ни за что льет не сбросят. Вот, а им плевать, они пишут 20-го числа сентября, срок до средней, северной еще зоны, представляете? И несмотря на то, что лист еще не сброшен. Да, и они, для чего это? Потому что им нужно, еще раз, ПХ номер 9, им нужно в сентябре продать сланды. Вот кровь из носа. Ради этого 300 тысяч человек надо уничтожить, чтобы они уничтожали. А ведь, ну раз 300 тысяч экземпляров сделали, значит 300 тысяч просчет. А ведь я же это брал в библиотеке. Это уже не 300 тысяч, это уже миллион. Вот, вот это, помните, я рассказывал, как вот этот подзимний обрезок, чтобы продать этот самый, что разувечиваем, потом замажем. Вот это просто, я не мог удержаться. Почему? Вокруг меня тишина стопроцентная. Вот сейчас реакция будет новая, просто новая. Никто никогда. Я же, помните, фильмы создавал, я писал название фильма. Срочно нужно созвать международную конференцию, или там, это свое расширенное заседание. Потому что, что ж творится-то, ну нельзя же так подло поступать. Только ради того, чтобы они заплатили журналу за рекламу вот этих вот, да? А вот это радиоагроном, хоть бы проверить только.